Маму не заменит никто, но иногда заменить ее нужно. Особенно, когда в семье особенный ребенок и не важно, сколько ему лет. Алене 29, у нее синдром Ретта, тяжелое психоневрологическое заболевание. Помимо основного ухода требуются специальные двигательные техники несколько раз в день. Этот пальчик резать стал, этот пальчик суп варить, а этот пальчик всех позвал накормить. Няни приходили, они задерживались на 3-4 года, то есть работали достаточно ответственно. То есть 4 года это тот максимум? Да. Самое трудное именно для нянь в работе с тяжелыми детками, это то, что они не видят прогресса в развитии. Светлана возглавляет местную организацию родителей детей-инвалидов в Орди. Общественная нагрузка приличная, так что проблема найти няню, важно хроническая. Равно, как и для пяти с половиной тысяч ульяновских семей, воспитывающих особенных ребят. Да и далеко ходить не надо, заботливую и ответственную воспитательницу очень ждут в квартире напротив. Саша, Саша, смотри, что у меня. Саша, давай выберем, где у тебя кошка здесь, Саша. Саша, кошка. Саша, кошка ты где? Ясно? Все. Саша 6, у него расстройство аутистического спектра с полным отсутствием речи и максимальной двигательной расторможенностью. Остановить его или уложить спать – задача предельной сложности, которую мама Татьяна решает. От безысходности. Сына воспитывает одна. Татьяна, я так понимаю, что вопрос няни стоит очень острый. Наверное, хотелось бы хотя бы на пару часов в день, чтобы Саша и кто-то был за ним приобретен. Ну, конечно, здесь привязаны 24 часа в сутки, можно сказать. В нашей почему-то городе няни не работают с ненормотипичными детьми. То есть они тоже опасаются, возможно, там свои какие-то у них моменты. То есть может справиться не могут, может они боятся чисто медицинской ответственности. Не могу сказать, в чем причина. Нянь нет, но возможно будут, если реализуется пилотный проект под названием «Няня особого назначения». Для воплощения выигран миллионный грант, разработана поэтапная программа, подобраны грамотные кураторы. Центр коррекционной и семейной психологии, региональный Красный Крест и агентство по развитию человеческого потенциала. Предполагаемый кадровый охват – 30 смелых женщин, 40+. «Мы будем обучать женщин в течение четырех месяцев. Это сразу несколько блоков. Будем обучать мы всех онлайн. Это современный тренд, и это удобно. Это позволит нам обучить женщин из самых отдаленных районов Ульянской области». Все бесплатно. Главное, чтобы было желание и не было судимости, а здоровье позволяло. Сейчас стадия набора кандидаток, а уже зимой планируется встреча, знакомство семей с потребностью и нянь с возможностями. «Я тетя Мунира. Тетя Маша можешь меня назвать. Вот так вот. Мы с тобой познакомились сегодня. Первый день». Потенциальная няня на горизонте – внезапная удача для Алены и мамы. Мунира Тагировна – воспитатель на пенсии. Опыта общения с детьми много, но с такими – по нулям. Это слегка сковывает, однако… «Нет, не пугает, а что? Такие же дети, такие же люди, как другие, просто особенные. Они, да, особенные, да. Вот посижу, знакомство, вот несколько не понравится, еще дальше пойду». Татьяна Домоданова, Алексей Юферев, репортер 73.